Доброе утро, девчата! У нас прям месяц май, девочки. Прям такое ощущение, что месяц май, честно говорю. Погода у нас сегодня такое солнце. Так хорошо. Уже заметно, да, что зима проходит, всё. Иду к своим подругам. Сейчас посмотрим, что они мне скажут на мою новую причесочку. А чайни мне скажут, хорошо и всё. Самое главное, мне удобно, девчата. Мой муж с утра уже с цементом возится. Уже с утра слышу. Ну, я чуть-чуть поздно стала, 9 с половиной. А он, ой, этот цветок надо хорошенько помыть. А то уже прям солнце так бьёт, так хорошо, девчата. Солнце это всегда хорошо. Чуть-чуть влажность, конечно, есть. Хосы своих баранов вытаскивают. Здесь-то вон. Пишу этот цемент. Сейчас его позову. Надо колодец побелить. Ну, чуть-чуть по теплу, а то уже снизу так. Он уже поменял место вмещалки. Ну, ближе к песку. Уже целый КамАЗ недавно был. Это уже другой мы купили. А там уже ничего не остаётся. Вы знаете, давайте. Vamos, Esteban? У моей дочки губы проветлились. Простудилась, что ли она? Вот, говорю. Если он тоже этот... Это он тоже простуженный. Какая-то она простуженная. Сейчас какая-то она чуть-чуть подлечится, и сразу мне добавят этот... Ну, потом я. Вот так по очереди. У нас всегда так. Это потому, что какая-то она со школы приносит. Там же друг другу дети заражают. Сколько, сколько. Вот так мой муж цемента сделал. На этот дом, на то, на сё. Вот сейчас он говорит, надо тонкий слой залить, чтобы гладко было в этом... Ну, на кухне, да? Потом он хочет здесь тропинку сделать сюда и тропинку туда, чтобы мы по грязи не ходили. Хотя здесь не грязь, а вот... Ну, вы понимаете. Видите, уже этот слой гладенький. У нас первого так, а теперь гладенький делает. Молодец, Эстелла, молодец, умница. Вот этот мужчина работает. Никто его не заставляет, девочки. Сам себя заставляет с утра до вечера. Кто ему сказал, встань в 8 часов. Сейчас 11 часов уже, смотрите, сколько сделал, а? Сапату? Ба, дыхала. Потому что у мужчины желание есть. Сейчас я, когда приду, вот это все подмету. Смотрите, вот это все. Надушилась я духами, которые дядя подарил Миреин. Это уж. Девчонки, это хорошо пахнет. Сейсаль. Очень хорошо пахнет. Вчера взяла пару лимонов. Сделала чай. Ой, девчата, так от души. Это совсем какие-то другие лимоны. Круглые они какие-то. Но они очень вкусные, девочки. Это дерево, сколько лет этому дереву, уже не знаю, девчата, он сколько раз умер, сколько раз он ожил, да? Это мне моя двоюродная сестра подарила. Если ее дочке сейчас 10 лет, ну, 8 лет есть этому дереву. Вы представляете себе, как он худенький? А! Деньги взяла я, горнет. Похоже. Моей подруге дети подарили отдых. Он еще ни разу ее муж на самолет не садился, потому что она боится самолета. Она не летает на самолете. Он ей, сыновья сделали так. Она на поезде с подружкой, а он с другом на самолете. Не знаю, в Валенсию что-то они летят. Куда они там летят? Даже не знаю, не в Валенсию, а я узнаю. Это близко. Нету полчаса ездить на самолете. Но хочет на самолет сесть. Очень хочет. Моя дочь играет, как всегда, с утра, как встала. Я говорю, позавтракай. Ой, девчата, как она плохо завтракает. И вот с утра она не может. Нужен час пройти, два пройти. И она вот начинает завтракать. А так нет, ни за что. Когда в школу идем, я ее чуть-чуть пораньше бужу. Я йогурт натуральный даю на завтрак, потому что остальное, девчонки, это очень сложно. Где мой муж? Ой, мамочки, пока он выйдет. О, идет. А, а мусор заберем. Ну вот так. Идем завтракать. Сейчас прозавтракаем, потом пруду. Как всегда, девчонки. Переодеться халат и оврока. Кто-то говорит, я так бы, ой, я бы ни за что, я бы так ленилась. Если бы я вот так на завтрак не выходила бы, девчата, да, то вообще бы целый день была бы дома. А я отказываюсь. Хоть вот эти час, которые я вот со своими подругами общаюсь, хоть серьги стали заметные, нет? Или тоже не заметные. Час, который я с ними общаюсь, но хоть не дома. А так вот сейчас зашла домой, да? Все, девчонки, а то не выхожу. Как-то так, понимаете? Что у меня проручка стала говорить, как-то так. Он даже закрыл, и машину дам. Да, я подниму. Каждый раз, девчата, как прихожу, вот одно и то же, да? Все заслато, девчата. Все. Он же приходит, но достаточно, что он здесь работает. Вот что я вам говорила насчет квартиры, да? Вот когда у тебя квартира, вот этих делок нет. Сейчас я в доме ничего не сделала, потому что, если я начну дома делать, я до улицы не дохожу. А если я на улице начинаю что-то делать здесь, так как много, я до дома не дохожу. И у меня только практически два с половиной дня, больше нету. В пятницу мы приходим, субботу, воскресенье. Воскресенье я уже иногда ночью, иногда утром. Я уже уезжаю туда, на квартиру. И вот у меня времени даже нету, вот это все закончить, да? Ну, знаете, все потихоньку. Вот то, что могу, то и делаю, то, что не могу, остаю, оставляю. Собаки потом я почищу. Вчера мы уже ходили, уже в таком состоянии, я потом их почищу. Сейчас вот здесь поставлю, сейчас подмету, вот, начну вот эти дела делать. Вот это здесь алмагар, окна надо помыть, вот эти. Короче, вот так. Подождем, такие тапочки хорошие, подождем остались. Надо стиралку, их. Это сумасика вещи. Вот так все. Вот. Кайтана сюда это все засунула. Не знаю, для чего она это. Я же говорю, за всем надо мне слов посмотреть. Если я за всем этим не посмотрю, это все. Это будет здесь кошмаршки. Кошмар. В каком состоянии все. Это я все помыла. Все так чисто оставила. Ну, уход должен быть, за всем уход должен быть. Если ухода нету, это в стол каком состоянии, это просто кошмар. Короче, все такое, все просто засрато до неузнаваемости. А я вот так не люблю, когда когда чуть-чуть порядок, у меня и настроение хорошее. Вот когда вот такой бардак, у меня сразу как-то знаете, сама себя ругаю. Думаю, как? Я не успеваю, девочки. Просто вот физически не успеваю. Это все ерунда. Самое главное, самое главное желание. А желание у меня, знаете, я не знаю, как у кого, мне так нравится, вот когда на улице нет. Но вот когда в доме, прям вот на кухне особенно, так не очень убрано это все. У меня штуки текут, девочки. Особенно по мебели, вот это все. Хоть я возникаю, да, но все равно я люблю. Меня уборка, фу, меня уборка успокаивает, девочки. Очень успокаивает. Я люблю убирать. Меня всегда это успокаивает. Вот, какое-то движение, чем-то заниматься. Мне это всегда нравилось. Я так неудачно это все поставила. Вот, была я со своими подругами, выпила я свое кофе. Ну, что я там всю ненаменьше осталась, потому что у меня много дел, да? Ну, человек находит время на все, то, что ему нужно. Если ему не нужно, у него времени нет ни на что. Мы все так. это дождевая вода, потом выглядит, ой, тяжелая. Мне нельзя такое поднимать, но, вот видите, не получается иногда не поднимать. Не позову же я сейчас мужу сказать, вот это мне отодвинь, вот это мне подвинь. тоже я хотела это сделать, не сделала, потому что зашла домой, в доме стала лазить, 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 и долазила, что уже потом. Вот сейчас начинают делать, да, что-то? Раз, прошло время, обед надо готовить. Раз, прошло время, обед сготовила, чуть-чуть чая, кофе выпила, и все, девочки, вышло чуть-чуть что-то поделала, чуть-чуть совсем. с утра уже я там водички им поменяла, помыла эти все ихние котланы, потому что сразу становятся зеленые. Там тоже надо порядок навести. Хочу курей купить, новых, свежих, потому что мои уже староватые. и вот это сейчас помою, девчонки, вытру, да, помою, на сухо все сделаю. И такой кайф, а погода так вообще. У меня сегодня подруга показывала, видео отправила с Махачкалы. 11 числа такой снег был, улицу мамина мою. Показывает такой снег, такая красота. Когда снег кажется, что так чисто, мусора не видно, ничего не видно. Если бы наши жители еще бы немножко следили за порядком города, да, сами жители, да, это не там, кто должен прийти возле твоего дома, порядок навести. У нас у всех, да, вот так, смотришь, такие дворы красивые все, а возле дворов понимаете, как-то вот так люди над этим не задумываются. Бумажку даже не выкину. но у нас на улице, да, вот у моей мамы на улице Богатырева, да, если вы видели, где мусор выкидывать, это вообще, как это, вот здесь в Испании, что за цепочка это? Вот смотрите, девочки, вот купила я когда не цепочку. Такая симпатичная, все, вот на полу валяется, бах, ничего не ценят. Эти дети ничего не ценят сейчас. Да, хоть на свои деньги, хоть не на свои деньги, не ценят. Понимаете? Опять у меня штаны падают. Надо отнести, чтобы она мне чуть-чуть резиночку там подтянула. ходили мы сегодня с утра к соседу, этого соседа нету. Посмотрели его курятник, там ничего нету. Нету моего этого. Я уже, честное слово, от этого павлина уже даже устала. Вот честно, уже даже на нерве здесь. Вот это постоянно думать о нем. Вот только подмела, еще ничего не сделала, да, вот только подмела, уже, уже такой вид стал хороший. Поэтому, девчонки, не винитесь. Вот встали, да, вот встали, сразу сделали свою кровать. Ну, сразу нет, неправильно, ну, ладно, кто-ка хочет, да, открыли окно, хоть холод, хоть ветер, проветрили немножко, открыли вот так простыни, простыни проветрили. Пошла там кофе выпила, приготовила кофе, выпила кофе, застелила свою кровать. Взяла влажную тряпочку, прошлась. пропылесосила, чуть-чуть вот так пылью вытерла. Самое главное, не разбрасывать вещи, конечно, туда-сюда не разбрасывать, тогда уже быстренько. потому что раньше у меня вот так было. А сейчас захожу, гигиеническая помада там, носочки тут, расческа одна там, одна тут, одна там, пижамок брошенной вот так. И, конечно, девчонки, вы думаете, я и не говорю, каждый день говорю одну и ту же, каждый, и главное, девчонки, такие глазки мне поставят, ой, извини, тетя, больше не будет, извини, хорошо, я все поняла. И толку нету, девочки, она как ее отец, вот ее отец приходит к нам, да, вот честное слово, я вот говорю, да, летом здесь такие, здесь только сейчас, спасибо этой жидкости, которую я купила, мух нету, мало совсем, ну, раньше съедали эти мухи нас, зайдет, дверь открытую оставит, выходит, я ему говорю, Андрей, дверь, ага, пошел, закрыл дверь, опять вышел, вот только же сказала дверь, опять дверь открытая, Андрей, дверь, Андрей, дверь, Андрей, дверь, 10 раз говорю дверь, и девчонки, все равно дверь оставляют открытой, вот какой-то вот такой, вот дочка тоже, вот этим нам не было похоже, моя сестра бедная говорила ему, один раз я смотрю, они пришли вдвоем, да, или там лежат, в зале отдыхают, и моя сестра ему говорит, Андрей, ты посмотри, сколько мух в доме, у моей сестры никогда ни одной мухи в доме не бывает, на кухне еще, ладно, на Тарасе, а там внутри никогда нету, посмотри, она тебе 10 тысяч раз сказала, дверь, дверь, ты все равно дверь, а мне же бывает тоже уже неудобно, девочки, понимаете, уже не маленький мальчик, постоянно одну и ту же говорит, да, мне как-то уже становится, ну, чтобы не подумали, да, вот она запарила, вот она там, это, понимаете, вот иногда вот не знаешь, как себя вести, чтобы человек просто не надоедать, чтобы не подумал, но чтобы не подумал, потом, когда они уходили, да, я этими дихлофосами, девчонки, убивала это все, и все время, конечно, думала, блин, ну, вот надо же быть таким тупым, одно и то же 10 тысяч раз говорить, это же тоже не так сложно, ладно, я же не говорю там, что-то такое, знаете, тяжелое, это просто ты зашел в дверь, я ему уже подсказала, Андрей, мне кажется, ты в лифте родился, он такой, нет, я говорю, да, 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 ты точно в лифте родился, и уже смеешь, знаете, уже смешно, ну, на характер, девчонки, да, я вот вам что скажу, он очень хороший человек, по характеру, не по отношению ко мне, вообще, в общем, в общем, я знаю, что он очень спокойный, очень хороший человек, знаете, не жадный, это для меня очень важно, он не жадный, если у него есть, отношения к своему брату, когда они вот общаются, я смотрела, да, как они общаются, они так хорошо общаются, у них нету вот этого, ну, конечно, у его брата еще бы, если бы жена была бы соответствующая, там такая жена, девчонки, ладно, это уже не мне с ней жить, но у них очень хорошие отношения, а раньше вообще были замечательные, девчонки сейчас такой порядок здесь сделаем, ну, хоть пару дней держаться будет, а может даже и больше, если сильного ветра не будет, потом уже, когда совсем будут хорошие погоды, хорошенько шлангом помыть, вот чуть-чуть сделала, вот уже глаз радует, уже глаз радует, посмотрите на той стороне, там же такой был срач, видите, какая прелесть, вот так, сейчас там тоже сосклеву, с этой пиндюркой, какая-то хорошая вещь, это как, не знаю, палочка-выручалочка, это как веник, где-то я его видела, это как веник такой, знаете, вот, вот, это другой, там еще лучше есть, это не очень мне нравится, там более такой эластичный есть, вот этот, да, все он собирает, этот не очень хороший, сейчас я другой возьму, этот не очень хороший, я этим не люблю, сейчас я другой пронесу, с другим попробую, и специальную тачку принесу, чтобы мусор собирать, такое ощущение, что они одинаковые, правда, вот я купила, вот это первое купила, уже давным-давно, сколько ели тоже, уже тут поломались зубчики, и вот это думала, то же самое, нет, девчонки, вот это мягче, она такая удобная, она такая мягкая, вот сейчас я почищу там, и думаю, что вот эти цветы, девчонки, надо поотрезать, потому что они только сыпятся, уже все, уже от них толку нету никакого, да, вот от этого, я думаю, это все надо состыть уже, потому что он только вот, мой сёкар говорит, вот это он не собирает, девочки, он оставляет где роза, а вот я не могу так, мне такое ощущение, что это грязь, нож, он не нравится мне, он такой неухоженный вид дает, вот чуть-чуть соберешь, девчонки, так, вот в этой корке так жарко, он сейчас их не снимет, и я простужусь, потому что я чуть-чуть уже спасела, и поэтому не снимаю, так, сейчас я одену перчатки, возьму ножницы, я думаю, что я вот это состребу, сейчас найду ножницы, вот я же говорю, одно, другое, вот так начинаешь, короче, вот так время идет, но с видео, конечно, девчонки, мне же надо еще болтать, и туда, если я не болтаю, видео не делаю, это все быстренько, ну быстренько, быстренько тоже не скажу, но свое время занимает, но быстрее, конечно, чем без видео, понимаете, да, вот я думаю, что это надо все убрать, потому что это просто уже, уже что там, уже ничего не выйдет, так, сперва вот так, посмотрите, как она сыпется, вот так уберу, и у меня такая идея, сейчас туда посажу, что-нибудь другое, вот там эти цветы есть, они просто так стоят, а что они просто так, просто не надо, вот так, они же каждый год сами, потом по себе выходят, вот такой мини порядочек сделаю, и потом будет моя душа радоваться, вот мне это радость дает, чем вот, знаете, чем вот, просто так время терять, мне это нравится, у моей бабули тоже очень нравилось, такие вещи, она бедная мечтала, иметь свой дворик маленький, цветы сажать, ей так нравилось, так, это сейчас, так, а потом, как они хорошо лижутся, они постоянно мусор мне туда делают, может с одной стороны, я с другой стороны, вот так, мы время проводим, дружно, дружно, конечно, если бы мы вот так дружно все бы не делали, он мне помогает, я ему помогаю, это все не добиться одной, понимаете, очень сложно, вот у меня в Махачкале есть соседка одна, у нее муж очень сильно болел, но он всегда, вот сейчас я вам чуть-чуть о ней расскажу, и у нас же, как, она азербайджанка, он тоже азербайджанец, девочки, но он болел, он всегда болел, у него, ну, тяжелое заболевание было, она, сколько у нее детей, у нее все пацаны, между прочим, и она ухаживала за своим домом, у нас там многие соседи есть, которые, ну, ремонты делают такие, супер-чупер дорогие, и она один день меня приглашает, девчонки, к себе домой, такая приятная женщина, девчата, так, чуть-чуть вот так поставлю, она меня к себе домой приглашает, и мне говорит, Наталья, идем посмотри, что я сделала, а у нее муж не работает, он там минимальную пенсию получает, он инвалид, и у нее такая маленькая квартира, он маленькая квартира, маленький такой домик, да, совсем маленький, и она второй этаж построила, муж ничего делать не мог, но я же говорю, он болел, болел, очень сильно болел, дети помогали, она там нанимала людей, все, и теперь она там такую лестницу, не такую лестницу положили, все там, внизу там, она сына старшего уже не хотела, и она решила сделать ремонт, и делает ремонт, а она сама одна работает, но муж на пенсии, она на втором рынке, девочки, занимается торговлей, сама солит, и продает, а это думаете легко, вы знаете, сколько ночей я видела, вот как она этот чеснок чистит, как она там вот этими, вот так, ведрами, 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 вот это все солит, и постоянно на втором рынке, да, вот там, ну, солениями занимается, да, и она так, знаете, она так мне говорит, ну, как тебе, и как будто вот чуть-чуть, неудобно, что ли, ей, я так на это все смотрю, так как я знаю, что такое стройка, я знаю, что такое ремонт, я знаю, сколько денег уходит, особенно если у тебя нету человека, который делает сам, который, вот как у меня муж, например, это же дорогого стоит, я ей говорю, она такая, ну, как смогла, да, а девчонки, там нормально, очень даже хорошо, то, что было, это вообще, она сделала, и, как говорится, из говна конфетку, девчонки, я ей говорю, ты че, очень даже хорошо, она такая, ну, я вот как смогла, там, ничего такого нету, но вот так, я говорю, ты че, вообще что ли, ты одна женщина, вот это все переодолела, да, ты гордостью должна говорить, девчонки, у нее лицо так поменялось, она так раз, я говорю, ты просто, я просто знаю, какой это труд, ты молодец, как я тобой горжусь, а этот дом, ей, ну, мужу, видать, родители оставили, да, там, родители уезжают, приезжают, родители в село уезжают, и приезжают, нет, нет, там остаются, там зимой, что ли, они там остаются, потом они уезжают, летом они там в селе, и вы представьте себе, у нее там сколько детей, трое мальчиков, она и муж, еще вот свекори, свекровь, там внизу, две маленькие комнаты, две комнаты, и кухня, и она, это, это ж только получается, две комнаты, девчата, это ж там, и постоянные эти гости, которые приезжают из Азербайджана, там остаются, это, этот стол никогда не собирается, постоянно там она готовит, еще она с базара приходит, она вся такая вымотанная, и у нее постоянно ноги вот эти, забинтованные были, специальными бинтами, потому что, ну она же целый день на ногах, понимаете, я говорю, какая ты женщина, вот на таких женщинах, как ты, я говорю, вот мир и держится, какая ты молодец, вы представьте себе, она насколько своего мужа любила, я вот ни разу не слышала, чтобы она сказала, какой у меня муж, там вот, ну что-то плохое за него, вот это, вот это, да, у нее муж тоже постоянно улыбался, такой, семья просто, девчонки, вот как из книжки, и вот недавно узнаю, она молодая, сколько ему, ему 50 с лишним, да, и вот недавно, вот на днях, 11 числа ее муж умер, вот как раз снег в Махачкале пошел, она говорит, там вообще, старший сын уже женился, младший тоже уже, внуки есть, все, и вот, вот, вот эта женщина, я же говорю, вот много есть женщин, хороших, да, все, да, я все понимаю, и все, но вот как азербайджанцы, как они, азербайджанки, как они держат свою, на них, на них держится семья, на них, на этих женщин держится, у них, если хорошие муж, если плохие, не говорю, да, но это все в руках, женщина. Они такие молодцы. По крайней мере, женщин, которых я знаю. Еще одну знаю. Она полуазербайджанка, полукомочка. Тоже муж больной. Постоянно по больницам бегает она с ним. Там у мужа, не знаю, сколько там пенсия. Тоже минимальная пенсия. Девчонка пять минут не сидит. И своей дочке помогает. У нее сын далеко. И своей дочке помогает. И в доме такой ремонт сделала. И порядок у нее всегда. И всегда кушать есть. И гостей всегда встречать. И постоянно с улыбкой. А как она мужа? Как они мужей любят. Это вообще кошмар. Кошмар. Понимаете? А этот, который я вот за второго говорю, он столько мозгов ей еще делает. Знаете, он такой еще капризный. Его. Но тот первый, который вот умер, как говорится, царство ему небесное. Яла, чтобы он в раю, конечно, был. Очень хороший мужчина. Вот мало, много его знаю. Ни разу его с плохим лицом не видела. ни разу. Такой, знаете, тихий, спокойный. А она какая хорошая женщина. Вот такая молодая женщина, девчата, да. Вот осталась уже вдова. Все. Она уже замуж никогда не выйдет. Вот будет жить вот ради этих детей, ради этих внуков. Вот так и жизнь пройдет ее. А какая красивая. Какая умница просто. Просто умница. У нее вот эти вены на ногах. Это просто видеть надо, как с моего пальца. Ей операцию делали. Я не знаю, сколько она дней. Три дня, что ли, она дома просидела. Сразу вышла на работу. Детей-то кормить надо. Вот таких женщин, ох, как. Как много. И о них ничего никто не знает. И им никто спасибо не сказал. И их труд весь вот так на полу. Девчонки, я прям в эмоции падаю. Да, вот мне так настолько жалко эту женщину. Ее труд весь на полу, девчонки. Потому что это никто не оценил. Никто не заметил. И вот так женщина будет жить, жить. Потом бац, умрет. Ладно, дети вспомнят. Потом, если дети тоже уже все. Ее внуки уже, что там внуки там мелкие. Ее внуки даже и не будут ее не знать, и не помнить. И на могилу не будет никто ходить. Вот так все останется. Так что, девчата, живите. Делайте то, что вы хотите. Вот мне это нравится. Я вот этим занимаюсь. Я никому ничего доказывать не хочу. Я вот единственное хочу жить. Понимаете? Вот жить спокойно. Чтобы мне никто нервы не трепал. Уже не позволяю, чтобы мне кто-то ай сказал. Если я вижу, что мне больно делать, я сразу отодвигаю. Да хоть она, пускай будет кто угодно для меня. Понимаете? Я всех своих залогов уже вычеркнула. Одну только оставила. Одну только оставила, потому что все-таки есть больше положительного, чем отрицательное, то, что она мне сделала. Ну, а других на ноль поставила. И я вам честно говорю, девчата, они тоже этого не ожидали, конечно, да, что я вот так, особенно одна там. Вот эти люди, которые тебе так в лицо сильно улыбаются, которые тебя так постоянно хвалят, в лицо. Вот ни за что. А потом за спину тебя засырают. Не хочу я таких людей. Я не хочу людей, которые мне в лицо засырают, и не за спину засырают. Вот вообще я хочу просто обычные отношения. Привет, как дела? Ни у кого ничего я не прошу. Никого ничего. Просто доброе слово. Нет-нет, прийти чай со мной попить. Меня пригласи чай попить. Когда ты видишь, улыбнись мне искренне, не через зубы. Чтоб зависти у тебя не было. Чему завидовать в этой жизни? Это же все временно. Это же все временно. Вот ты хорошо живешь, это тоже временно. Плохо живешь, это тоже временно. Это все от нас зависит. И никто с собой ничего не забирает. Если бы человек знал, насколько ему для счастья нужно мало, он бы даже не задумывался ни о чем. Я вам серьезно говорю, вот честно говорю, не заморачиваюсь я уже ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. Ничего мне не нужно. У меня все есть. Вот смотрю на моего мужа, вот сейчас цемент зальет. Вот этим радуюсь. А кому я что плохого делаю? Разве это плохо? Сейчас окна, по-моему, буду смотреть на мои окна, как они блестят, буду радоваться. Здесь я чуть-чуть порядочек сделаю, буду говорить, какая я молодец. Истелуну покажу. Истелуну, смотри, что я сделала. Пойду туда на кухню скажу, ой, Истелуну, какой ты молодец. Пойду кушать, налью им, вытащу кушать им. Покушаем. Сяду с ним возле него на диванчик, обниму ему, фильм посмотрим. Ну, разве это несчастье? Моя дочка чуть-чуть приболела, этот все пройдет. Ни на кого я не надеюсь, я надеюсь только на себя. Вот честно говорю, я не на своего мужа не надеюсь, на своих детей не надеюсь. Я надеюсь на себя, я хочу быть счастливой, и счастье зависит только от меня. Вот если меня оставляют в покое, вообще не лезут. Раньше за все я так близко к сердцу принимала. Не принимаю ничего я уже близко к сердцу. Мое сердце настолько уже расцарапанное, побитое, обиженное, расстроенное, что уже не хочу. Хочу его залечить. Потихоньку, потихоньку мажу йодом, зеленочкой. Вот так. Понимаете, девчата? Сейчас чуть-чуть поделаю, сейчас чайку поставлю, скажи, давай чайочку здесь облепим вместе. Обниму его, поцелую его. Знаете, девчонки, он у меня такой благодарный, вот чуть-чуть ему что-то хорошее скажу, он сразу, он сразу прям сияет, сразу так, знаете. Так что вот так. Вот моя вот такая обычная жизнь, девчата. Вот такой я обычный человек. Да, мне бы хотелось быть более такой, как вам сказать, девчонки, более такой, не то, что увереннее себе, я в себе уверена, нет. Более жестокой, более такой, потому что таким людям везет в жизни, да? Не такой сентиментальный. Вот два слова скажешь сразу, я как какашка начинаю плакать. Вот хотелось бы вот иметь такое, знаете, но зато потом мне пальцем в рот не поставь. Вот знаете, заодно какое-то слово, да, теплое, я могу расплакаться, но ты мне скажи какое-нибудь плохое, да я тебе глаза вытащу, в задницу воткну. Будет у тебя третий глаз. Вот так, девчата, вот честно говорю. Я никому не позволю уже себя обидеть. Никому не позволю. Уже настолько я устала, что все такие святые, я одна такое говно, да вы сами говно, я сама и святая. Вот цените себя, любите себя. Я горжусь собой. Вот никто мне не говорит, кроме вас, зато вы мне говорите. Пока, мои золотые. Давайте, а то начну ля-лякать и не закончу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok